В феврале в городе Лесном состоялся межрегиональный фестиваль эстрадного мастерства «Я почти знаменит». Наш город представляли солисты и коллективы комитета по делам семьи и молодежи и парка культуры и отдыха. Поездка получилась очень яркой, запоминающейся выступлением успешным. Но лучше всего обо всем расскажут непосредственные участники фестиваля. Обычно на подобные эстрадные фестивали можно попасть двумя путями. Или об этом узнают руководители, посылают эту так называемую заявку, или наоборот коллективам присылают приглашение. Каким образом коллективы и солисты нашего города попали на фестиваль в Лесной? Незадолго до этого фестиваля в январе приезжал из города Лесного музыкант Александр Хрурулев. Мы с ним познакомились, он на нас посмотрел и прислал нам приглашение. Вот по этому приглашению мы туда все и попали. Вы были на подобных фестивалях уже не раз. По-моему, подобные фестивали происходили в Челябинске, в Магнитогорске, в Садке. Вот этот фестиваль в Лесном, это аналог предыдущих фестивалей эстрадных? Или он чем-то отличается от остальных? Ну так тяжело судить, потому что в основном на всех тех фестивалях, что ты перечислил, мы были с другой стороны сцены. То есть как руководители делегаций, как люди, которые привозят участников, а в этот раз мы участвовали сами. Поэтому тяжело так сказать. Ну, по технике, допустим, от Магнитогорска отличается тем, что в Магнитогорске собираются в основном рок-музыканты. В Садке это дети. А здесь был такой нормальный фестиваль для взрослых. На таких конкурсах всегда жюри внимательно смотрит за уровнем фонограмм. Вот на этом конкурсе подобный вопрос обсуждался? Ну вообще, конкретно вот именно по фонограммам, к сожалению, конечно, не затрагивалась эта тема. Но отчасти, вот я хочу сказать за себя, что мы как бы закидывали удочку. Нам было интересно, скажем, уровень записи фонограмм города Леснова и его округи. То есть было интересно, конечно, посмотреть, послушать, чем занимается. Мы думали, что, надеялись, что чему-то там можем научиться что-то перенять. Но, к сожалению, конечно, может быть, наоборот, к радости то, что мы всё-таки для себя нового-то действительно не открыли. И что мы оказались, в общем-то, на достаточно хорошем уровне в частности записи фонограмм. Ну, в первую очередь мы познакомились с ребятами со студии звукозаписи Екатеринбургских. Это Виктор Зайцев, студия «Новые проекты», и Алексей Хоменко, студия «Новик Рекордс». Ну, плюс ещё мы познакомились с музыкантами из Екатеринбурга. До этого двое, да? Вот, они нас пригласили к себе в гости поиграть в клуб «Эльдорадо» называется. Вот. Ну, что ещё? Так со всеми перезнакомились, в принципе, как это бывает на любом фестивале. А если вот так вот немного помечтать, можно представить, что фестиваль подобного уровня и ранга может быть проведён в нашем городе? Легко. У нас есть все условия для этого, все предпосылки. Посмотрите, как отремонтировали ДК. Замечательно, да? Там хорошая аппаратура, то есть гораздо лучше, чем где-либо из тех мест, где я был. Гостиница рядом. Ну, что? Рассылай приглашение, организовывай и вперёд. Главное, чтобы люди сюда приехали, это уже достигается путём личных контактов. У меня есть знакомый, которому можно отослать положение там. У кого-то ещё есть знакомый. Вот так сели все вместе. Если все вместе соберёмся, мы, естественно, фестиваль сделаем ещё и лучше. Поездка в город Лесной была не первой нашей поездкой. В прошлом году мы ездили на фестиваль в город Челябинск. Это был арт-старт. И если сравнивать город Лесной и город Челябинск, то фестиваль в городе Лесном был несколько ниже по уровню вообще подготовленности участников. Наверное, потому что Челябинск, он сам по себе область. И там было больше людей с профессиональным образованием. И поскольку мы люди, привыкшие к хорошей аппаратуре, благодаря комитету по делам семьи и молодёжи, то оснащённость в городе Лесном тоже была несколько ниже. То есть вот это было заметно очень. Но единственное, что, как говорится, не то, что единственное, но очень впечатлило то, какая была публика на фестивале в Лесном. Такой публики просто мы не встречали нигде. Ни на одном фестивале, ни на одном мероприятии. Даже как бы не хотелось, как говорится, оскорбить наш город. То есть публика потрясающая. И встречала любого человека, вышедшего на сцену, огромными аплодисментами и поддерживала его. Может быть, именно такая поддержка зала помогла вам выступить успешно, занять первое место. И расскажите, пожалуйста, как вообще происходила эта борьба, по каким номинациям? Ну, там номинации были разные. В данном случае мы заняли первое место по номинации «Лучший вокальный ансамбль». Мы ещё на репетиции слушали тоже эти ансамбли. И там же конкурс был возрастной какой-то, с 14 до 30 лет. Там вот такие маленькие дети, когда пели. Ну, да, ну, что это такое? Думали, что, в принципе, мы приехали зря вообще. То есть что-то тут маленькие дети одни. Думали, выйдем, ну и что мы тут выйдем, ну и споём. Может быть, нас вообще, то есть зря приехали просто так выступить и уехать. Всё. Было даже несколько обидно, то, что как бы не с кем соревноваться. Даже такая мысль промелькнула. А потом, после второго отделения, мысли совсем были уже другие. То есть очень впечатлило. Когда Вы уже знали, что Вам предстоит эта поездка, наверное, одним из главных вопросов был выбор репертуара. Вот как Вы решали, какие песни Вы везёте, что Вы будете петь? Решали, чтобы песня, во-первых, была оригинальна, во-вторых, чтобы в ней прослушивались все четыре голоса, как можно больше. И направление отдавали, конечно, джазу, поскольку всё равно люди как-то более, ну, стараются петь поп-музыку. Более распространено на фестивалях. А джаз всё равно, он как-то выделяется. Ну, немного народу поёт джаз. И, конечно, посложнее, мы посложнее вещи выбирали, чтобы не просто так вот спеть, ну, как обычно, кому, кто мог бы просто тоже спеть. А вот старались, ну, действительно, найти такие вещи, в которых можно показать бокал, показать оригинальность, вот как Лена сказала уже. Ну, и публику, главное ещё публику потрясти, и жюри тоже. Самое интересное было то, что после наших всех выступлений, как выступил Снежинск, пришли лесничане, так их называют, пришли и сказали, что такого, что устраивает Снежинск, они не видели давно. Я знаю, что у Вас есть талисман, очень необычный, но, говорят, приносящий Вам удачу и успех. Вот если можно его показать и пару слов рассказать об этом. Ну, вот так получилось, что у нас в коллективе появился пятый участник нашего коллектива. Это Феня наш, Фендер, полное его имя. Вот он в панике сейчас тут мечется. Внимания ему много. И мы не можем, настолько его любим, что просто не можем вообще без него. И когда мы не на сцене стоим, например, за кулисами, он всегда с нами. Когда мы выходим на сцену, значит, он, ну, тут же кому-то его отдаём, и потом опять он с нами. А получился такой курьёзный случай, получился на награждение. Смешно получилось. Нам, ну, никому его не успели отдать, и он у Наташи сидел на плече. И в самый неподходящий момент начал вылазить. И потом, в конечном итоге, вообще отъел у неё гвоздику. Показал себе. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ